Ева закончила школу, учебный год закончился у нее. С сентября она идет уже в школу и отдали нам учебники, по которым они занимались целый год. Я бы сказал, не учебники, а учебные материалы. Да, мы не знали об этом, я вообще не знала, что они по какому-то учебному материалу занимаются, но хотим показать, что это за такая штука. Притом отдельно мы за это не платили, то есть это входит в цену, которую мы платим за пшедшколу? В принципе, в пшедшколе деньги, которые мы сдавали, есть только деньги на какие-то поездки, на музей или в зоопарк. Сейчас они много стали ездить, потому что уже лето. В общем, они как бы разделены по сезонам. Ну, например, просто, чтобы... Вот это наклеечки. Что-то она не прошла, потому что осенью ее не было, мы только зимой приехали. Вот это, скорее всего, тот, который, не знаю, зимний, наверное, ползимы, получается. Даже не, мы в марте пошли, да. То есть вот зима пустая, это еще можно Никасу там, да, или... Вот тут уже что-то она делала в конце. Значит, такой. Это лето. Это все у нее... Ну, не все, видимо, тоже где-то болело. Буковки, вот это наклейки, наклейки. Всякие вот тут такие штучки, да, логика. Ну, в принципе, то, что у нас есть в продаже, да, какие-то. Но вот именно они по ним занимались. Это такого же плана, тоже сезонный. Вот это мне очень понравилось. Тут вот такие штучки. Как бы, то есть можно делать разные поделки. Вот оно все, как бы, вынимается, тут всякие какие... То есть это все вынимается, я не знаю, я еще не разбирала до конца. Какие-то штуковины. Тут странички, значит, наверное, к каким-то еще материалам. И вот это, это помощь дидактическая. То есть вот здесь, в принципе, много есть поделок и много каких-то работ. То есть был еще один такой же, видимо. И здесь, как бы, для учителя, да, показано, что делать. И вот такие вот штучки она приносила. Ну, как бы, как отдельные работы. Игры тут всякие. Вот это вот все, я помню, они все это делали и приносили. Тут надо читать. Ну, короче, вот такие вот всякие фигурки, буковки, все это. И, ну, в общем, обалдеть, конечно. Приятно. Очень приятно, да. Там еще их, ну, ты показывала схемы, как мусор, по-моему, сортировать. Да, где-то здесь было, как, то есть учили их, как надо мусор. То есть тут много всего. Тут где-то есть права ребенка. Приколкного, да. Права ребенка, что зашло на меня право. Сказать нет он имеет. То есть там такой, как бы, в картинках сказать нет, там, на отдых, на учебу, на все-все-все. То есть не только вызывать полицию, если ему попуты дали. Да. Да, и учебники я видела уже первого класса, но для зарубки тоже обалденно. А вот это вот, про мусор. Обалденно классные были. Конечно, да. Правда, ну, нам наш друг поляк сбросил, Мариуш. А, вот про мусор. Там тоже очень интересные, там, про школу, кто-то есть, там, это малый поляк. Вот это вот все, как бы, все это, ну, в общем, классно. Ну, да. А дальше? Да, мы не знали. И вот отдали, и мы в шоке. Да, то есть, а вот тоже, что можно тут... Из-за мусора делать. Какой мусор, к чему относится. У нас тоже есть это в Украине, но на это отдельно собираются деньги. Даже если там, ну, вот, как бы, у нас мы за садик платили старшему, да. Но мы все равно собирали отдельно деньги, и, ну, в Польше тоже такое раньше было. И на материалы, и на, ну, отдельно там на поделки, чтобы, и на ремонты, и на праздники, и поздравить с Днем Учителя. На конфеты, и на цветы учителя. И директрису с Днем Рождения, и преподаватели с Днем Рождения. А на выпускной поляну накрыть? О, да, поляну обязательно накрыть, подарок на выпускной подарить, притом подарок... Отдельно на экскурсию сдать, на театр сдать? Ну, то есть, да, это стоит денег, это частная пшедшкола. Ну, ребята, ну, мы понимаем, за что мы платим. Не, мы, поймите, мы нормальные, да, мы понимаем, что все стоит денег, и действительно, там, в Украине, то есть, цена за садик, да, обычный, допустим, она меньше. А то и вообще бесплатная. И вот все эти дополнительные фишки, да, понятно, они стоят денег. Но, блин, когда тебя каждую неделю просят занести денег, да, и желательно без сдачи, ну, просто это, знаете, беготня, да, на ровном месте, как это, еще не знаю, как это назвать, мартышкин труд. Здесь ты даешь одну сумму, да, она больше, там, чем в Украине, я это, как бы, никто уж не спорит. Но с тебя снимают миллион головников и, извините, не, как бы, культурно сказать, не парит тебе мозг. Потому что меня это очень, у меня один из разов, когда мы старшего, ну, у нас еще старший, который в Украине остался, я один из разов сходил очередной раз на родительское собрание. В школу. В школу, да, уже во втором классе. Во втором классе. Там был модный какой-то там лицей, да, там, таможенный, да, он назывался. Потом его переименовали. И когда мне час рассказывали, какая должна быть клеточка, когда линейка и сколько должен ребенок отступать от строчки до срочки. До срочки, да, я уже просто, и при этом у меня там была работа и бизнес, и все остальное. Даже дело не в этом, что я какой-то супер занят или не могу, а просто я час слушал, как должно быть, потому что кто-то где-то в этом году решил, что так оно должно быть. Притом к реальной жизни оно не имеет никакого отношения. Я после этого просто психанул, и мы собрали ребенка, перевели в частную школу, школа-парк называется, в которой все совершенно по-другому происходит. Кстати, кто в Киеве, очень рекомендуем школу-парк. Это те, кто не заморачиваются на учебе детей, как они должны выписывать, чтобы были пятерки или там двенадцать. То есть те, кто ценит в ребенке счастье, радость и детство. Свободное время, творчество, детство, да. А не вот это, сколько он должен знать, сколько у него там, как там нам говорили, у ребенка это, что-то, знание, да, там на уровне какого-то первого класса. Да блин, ребенок там здоровый, счастливый. Мы привыкли, что дети... Ровная осанка, неиспорченная поджелудочная железа. Те болезни, которые обычно школьники... Ну, одним словом, переросло, да. Хотели про книжки, да. Не, ну, действительно, здесь этого больше и здесь, в принципе, вот как-то, ну... Не, может быть, мы в школе столкнемся с линейками, крестиками и так далее. Может быть, да, расскажем. Ну, все расскажем. Сейчас мы на пороге, как бы, на пороге школы с сентября. Кстати, пшедшкола работает круглый год и лето тоже. Один, что сейчас вот две недели будет, в конце июля, ну, как бы, ну, отпуска у учителей. И все, и август еще целый губнеровый год. А, ну, нет, ну, да, тут есть такое. Плюс еще, как, ту керню у нас рядом есть. И то, что, помнишь, она пекарня, помнишь? Ну, да. Ну, закрыл, что, извините на... А, да, извините, ну, там стоит такая табличка, извините, как бы, за неудобства, но на, по-моему, неделю или две недели пекарня закрыта в связи с урлопом, в связи с отпуском работников. Ну, как бы, люди тоже должны отдыхать, тем более. Ну, в любом случае, и пшедшкола частная, и пекарня – это малый бизнес, где люди работают, как кони, круглый год и, в принципе, тоже имеют право отдохнуть. Ну, нам это понятно. Ну, вот, что знали, рассказали.